здорово сегодня расскажу вам как стрелять из мушкет а нет это следующий видеоролик сегодня ребятки расскажу вам достаточно много интересных вещей многие уже поднимают 65 уровень в тернуме кто-то еще только начинает свой путь кто-то делал долгий перерыв и здесь будет оговорено и рассказано обо многих вещах как заработать денег как а под 725 шмот как выключить помощник голосовой в игре пользуйтесь тайм-кодами и будет гораздо удобнее найти интересующий вас вопрос начнем с самых простых вопросов которые чаще всего мне задают в чате для того чтобы я мог по команде на стриме отправлять людей на этот видеоролик и они набивали мне просмотры коварность какой сервер выбрать для русскоязычного комьюнити русскоязычное комьюнити пошло на сервер феникс из фреш серверов иногда этот сервер может быть закрыт но его открывают обычно это вне прайм таймовое время это раннее утро или поздняя ночь можете поймать этот момент и зайти спокойно на сервак далее если вы не планируете играть на фреше а сейчас уже экономика более-менее стабильно и одинаково что на старых legacy серверах что на фреш серверах и это к вопросу стоит ли вам стартовать на фреш сервере то здесь я бы рекомендовал конечно же сервер нису из legacy серверов в чем главное отличие в том что на старых серверах гораздо больше выбора в плане рынка в плане предметов в плане экипировки и вы сможете быстрее прогрессировать но если вы все-таки хотите участвовать в каких-то осадах которые проходят конкретно на сервере или если вы хотите прочувствовать этот вайб с нуля без шмота и так далее тогда конечно идите на фреш сервер феникс если вам интересует и русскоязычная комьюнити а так самый популярный legacy сервер это nisa при старте игры у вас часто возникают вопросы относительно того как выключить говорящую женщину которую вы сами включаете когда заходите в игру я не знаю зачем разработчики добавили функционал включения помощи для плохослышащих в базовой версии когда вы только запустили игру заходим в настройки здесь выбираем сеттинг здесь accessibility и здесь выбираем параметр text to speech of и game and re-narration assistance of после этого она перестанет вам помогать голосом и раздражать вас нужно ли вам покупать dlc во-первых dlc открывает вам доступ больше к хай-левельному контенту единственное что вы теряете если у вас не приобретено dlc то это возможность ездить на маунте с 20 уровня но если вы посмотрите на карту увидите что разработчики расставили специальные телепорт поинты буквально через каждые пять метров поэтому это не сильная проблема помимо этого вам недоступно будет оружие цепь если для вас это не критично то до 60 уровня то есть базовой версии игры вам хватит в целом за это время вы можете посмотреть как изменилась игра нравится ли вам то как она изменилась и после этого уже докупить dlc потому что dlc открывает вам доступ к всему хай-левельному контенту до 65 уровня 725 гирскора крейдом данжам и так далее поэтому dlc обязательно для приобретения сейчас если вы покупаете базовую версию new world of steam там сразу включена dlc но если вы не играли с 21 года то для покупки dlc вам придется сменить регион в стиме после того как вы капните 65 уровень у вас будут вопросы о том какой шмот вам необходим и на фреш сервере и на legacy сервере есть достаточно дешевые предметы которые выставляют игроки которые не знают о полезности этих перков три перка по броне скажу по оружию ребятки здесь очень много уже в оружии разнообразие поэтому тяжело будет вас сориентировать на оружие все-таки нужно будет посмотреть отдельные какие-то билды потому что по оружию здесь тогда ролик очень сильно растянется мы берем заходим на аукцион заходим в броню и вбиваем три перка refreshing health и enchanted вард эти три перка мы сортируем применяем убираем они selected перки можно отсортировать например по пятьсот восемьдесят пятому гирскору минимальному дальше применяем если вы знаете какие статы вам необходимы вы можете попробовать выбрать еще и по статова и отсортировываем по цене после того как вы отсортировали шмотки по цене вы выкупаете самые дешевые предметы которые содержат в себе подходящий для вашего класса статы и которые будут содержать в себе подходящие статы которые я назвал вот например вот эти медиумные штаны они великолепны у них не очень много гирскора как будто бы 679 но при этом они дают силу у них есть enchanted вард рефрешинг и хелс эти перки помогут вам как в пвп на начальных этапах так и в пве на начальных этапах более того вы сможете даже с этим шмотом даже 680 в целом попробовать сходить в рейд где даже выпадает 725 шмот этого тира хватает вопрос только хватит ли вам скилла пройти рейд с вашей группы в этом шмоте также когда вы уже будете более-менее разбираться в игре вы сможете добавлять и убирать какие-то перки типа хелс заменять их на перки брони которые будут делать ваши пушки и ваш билд и именно сетап оружие сильнее но поначалу вы ориентируетесь на эти три перка по поводу оружия кстати говоря если будете уже смотреть какие-то готовые билды и дособирать их да и в целом если вы будете искать какой-то шмот вам понадобятся базы знаний две базы знаний оставлю ссылки в описании первое это нвдб там можно прям писать название предмета и будет написано где он выпадает и вторая это нвбади там можно составлять в калькуляторе свои билды да и в целом довольно большой функционал изучите эти сайты они достаточно полезны где брать 725 максимальный гирскор на текущий момент только через рейд добываются 725 предметы завтра выходит патч я думаю что включит апгрейд артефактов но уже сейчас вы можете начать крафтить бисовые шмотки раз в неделю когда вы ходите в рейд горгоны которые добавили в этом обновлении и проходите его вместе со своими сопартийцами вам выпадает ресурс эссенция горгоны и вы за этот ресурс можете либо апгрейднуть свои артефакты до 725 гирскора либо вы можете за этот за эту эссенцию прокрафтить необходимую вам армор бижутерию либо же оружие у специального станка который отвечает за то что вам нужно скрафтить вы берете эту эссенцию с собой в инвентарь перекрафчивается эта эссенция в станке арканы подходите к необходимому станку и здесь пишите горгон это например броня для того чтобы скрафтить вот через эту эссенцию горгонитовую ну вот эту вот рейдовую броню 725 гирскора вам понадобится вот такое количество ресурсов и достаточно дорого в целом на нисе это оценивается где-то от 80 тысяч голды зато вы сможете все три перка выбрать те которые вам нужны и скрафтить бисовую шмотку лучшую в слот помимо этого конечно вам будут падать шмотки рандомные которые вы будете выбивать проходя этот рейд с трех боссов вам выпадет набор экипировки там рандомные шмотки которые повезет не повезет могут быть не очень а могут быть хорошими помимо этого есть фиксированный дроп лист который с необходимыми перками там по моему идет у горгонитов в базе enchanted вард что-то еще и третий перк будет ролиться то есть любом случае третий перк будет рандомным конечно же если мы говорим про лучшую экипировку в слоте то проще всего будет ее прокрафчивать за эту эссенцию помимо этого когда вы проходите рейд вам также падают специальные токены рейда по 10 штучек за один заход и вы сможете каждый месяц за эти токены если вы еженедельно формите этот рейд прокрафчивать себе необходимые предметы которые вам например не выпали это делается вот в этом станке я к сожалению токены с собой не взял вы подходите к вот этому вот станку с джипсом килном и здесь вы сможете по идее создать за эти токены необходимую вам экипировку с рейда теперь перейдем к тому как еще можно получить 725 гирскор помимо рейда и здесь об исловых предметах конечно речи не идет мы говорим о дублонах и о переделанной локации катл эскиз сейчас прям подряд расскажу все что вам нужно знать о катл эскиз в этой локации формятся дублоны дублоны обмениваются в специальном колодце в городе на ящике раз в неделю как и рейд вы можете открыть за золотой кокос и за полторы тысячи дублонов ящик в котором будет нужная экипировка 725 гирскора нужная с какой с точки зрения вы можете выбрать какой это будет ящик с оружием с броней с бижутерией после этого вы открываете этот ящик и там полностью рандомится шмотка чаще всего вы будете доставать оттуда полную шляпу но иногда иногда раз в миллион лет возможно вам выпадет оттуда что-то годное поэтому в целом если вы не стремитесь к лучшей экипировке в слоте если вы не стремитесь к бисовой экипировке то конечно же этот ящик лучше покупать и в целом все равно ролить себе шмотки мало ли что-то полезное оттуда выбьется здесь эти сундуки есть с броней с перчатками со шлемом с штанами и так далее выбираете какой вам нужен также за дублоны можно взять 710 гирскора шмотки именные и их можно апгрейдить 725 гирскор за счет эссенции с рейда но перки здесь очень странные я бы не рекомендовал брать эти шмотки для того чтобы их дальнейшем грейдить возможно какие-то на первое время но перки здесь ужасные помимо этого также советую вам открывать каждый день несколько ящиков за 35 голды gold курсет epic crate здесь может быть рандомно epic rare legendary gear вот этот вот сундучок три штуки в сутки вы покупаете есть 5 процентов что оттуда тоже можно вытащить 725 шмотку вы можете конечно и вытащить ее 5 процентов могут прокнуть но она будет по перкам тоже шляпой поэтому если интересует то можете этим заниматься помимо этого изучить колодец здесь за дублоны можно всякое покупать расходку довольно неплохо можно себе покупать да то есть можно раз в определенное время купить себе там заточки бусты профессии и так далее изучите рынок где добывать дублоны и золотой кокос золотой кокос достается раз в неделю с первого крупного сундука который вы латаете на территории pvp-зоны пришли сундук раз в неделю слутали в целом можно и по жопе не получать если вам это не нравится и обычные дублоны фармятся двумя способами тремя это опять же pvp-зона с ящиков здесь фармятся вам нужно будет эти дублоны вынести по если вас убьют вы половину потеряете и также вот эта вся зона катлас кейс теперь она пвешная и здесь со всего падают дублоны во первых советую вам ознакомиться с нижней элитной зоной здесь постоянно бегает куча людей это аналог каких-то честранов бегаете лутаете здесь сундуки раз в день по маршруту лутаете кучу дублонов помимо этого в катлас кейс все квесты которые вы берете они также вам дают дублоны за которые за каждый квест вам дается 35 дублонов эти квесты каждый день обновляются поэтому если вам хочется погриндить дублончики вы всегда можете пофармить квесты сбегать честранщик помимо этого также есть еженедельная возможность получать дублоны в вот этом колодце покупается ключик фиолетовый и за этот ключик можно раз в неделю открыть сундучок на 500 дублонов ключ этот называется глиттерин голки всего 5 дублончиков он стоит вы его покупаете телепортируетесь на самый нижний телепорт вот сюда пробегаете через вот этот мост и вот здесь будет светящаяся штука вот прям перед пвп локой она напоминает собой полуарку светящуюся и вот прям в углу будет находиться сундучок на 500 дублонов там раз в неделю можно 500 дублонов эти лутать помимо этого по главной сюжетной цепочке при прохождении рейда один раз только один раз не каждую неделю а просто один раз вы получите золотой кокос и 2000 дублонов за прохождение рейда после того как вы возьмете мейн сюжетку как-то так это единственный на текущий момент получить возможность 725 шмот то есть либо это крафт бисовых предметов потратив много ресурсов по цепочке либо другой вариант это соответственно дублоны и также есть еще один вариант это то что вы получаете за участие еженедельное в активностях пвп это арены и опиер опар нифига яс опиер опиер регаетесь на бгшку и раз в неделю там будет выпадать большой ящик за пвп с которого тоже будет выпадать 725 шмотка с рандомными перками абсолютно рандомная скорее всего полная шляпа в общем-то для того чтобы бис прокрафтить скорее всего нужно будет платить бобестус но опять же определенные хорошие шмотки падают и в целом из рейда с боссов там например бисовый мушкет на меня падает вот поэтому изучите дроп лист с рейда возможно там падает что-то хорошее и на вас для того чтобы крафтить бис нужны бабки как фармить сейчас бабки учитывая что 725 шмот нельзя продавать на аукционе и каждый делает его персонально на себя значит во первых самое что сейчас ценится это первого тира ресурсы хемп первого тира кожа потому что нужно на прокрафт 725 гиршмота самый высокий порог вот эти вот самые дорогие ресурсы призматические они идут по цепочке и перекрафчиваются начиная с первого тира ресурсов и поэтому первого тира ресурсов самые ценные их меньше всего в мире как ни странно поэтому все это один ресурсы можете посмотреть по рынку найти какие-то споты в определенное время их фармить и зарабатывать таким образом голду второе на чем могу посоветовать вам зарабатывать бабки это то что вы можете пойти и научиться крафтить расходку поскольку все сейчас ходят в рейд и основная хайлевельная активность это поход в рейд то я рекомендую вам начать делать расходку для этих рейдов с необходимым шмотом в игре когда вы будете с шмотками на переработку когда вам будут давать бонусные банки и бонусные заточки от прокрафта вы будете наваривать неплохое количество голды особенно если будете сами еще и добывать ресурсы которые нужны для этой расходки к слову говоря добыча всяких разных трав и прочих расходок мотов и прочее из чего делаются расходные материалы хилки реген банки реген банки и все остальные заточки вот это все это все тоже на рынке стоит денег вот на это можете сфокусироваться если вам нужно прокачать трейд профессию есть новая фишка вы можете за валюту вашей фракции покупать специальные книжки подходите к фракционщику и у него можно за валюту фракции покупать раз в день или раз в неделю по-моему раз в день изучите этот момент подойдите к вашему фракционщику вы можете приобретать у него специальную штуку которая позволяет вам прокрафчивать трейд профессии И вы таким образом можете достаточно быстро какую-то из профессий выкачать. А вот, кстати, наш. Давайте мы у него сразу посмотрим. Награды. Так, прокручиваем вниз, прокручиваем вниз, прокручиваем вниз. Где-то здесь это должно быть. Так, Shard of Pride. Вот. Grand Skinning Mastery Cash, Grand Fishing Mastery Cash, Grand Logging Mastery Cash. Ну, вы поняли. Здесь Ментор Харвестинг, вот эти все чемоданчики, вот эти специализейшены. Они стоят бабок, так или иначе. Но изучите, они могут вам позволить быстрее забустить трейд-профу, если вам в этом есть необходимость. Тоже можете воспользоваться этой штукой, особенно если вы играете на фреш-сервере. После того, как вы апнули 65-й, возможно, вам захочется прокачать другой тип оружия, попробовать разные другие билды. Где сейчас качать оружие? Ну, они убили Cutlass Case в плане прокачки оружия. Раньше вот в этой элитной зоне все качали пушки. Она была 35-го уровня. Теперь ее тоже подзакрыли. Ну, и здесь самое попсовое место вам посоветую. Restless Shore. Вот эти два фарта. Здесь куча нежити. Собираются в огромные паки, заливаются, и ваша экспа летит очень быстро. Если вы играли когда-то давно или на каких-то аддонах в New World, то у вас, возможно, на F-11 есть бустеры на прокачку Weapon Experience. Если его прожмете, то в два раза быстрее будете качать пушки. Это позволит вам сэкономить времени. По поводу PvP-трека. С PvP-трека, ребятки, который вы зарабатываете с первого уровня, особенно на фрешах, вам падают и артефакты. Например, бисовый лучший просто двуручный меч Сиренити. Но он начинает падать с 20-го уровня трека, и идет, соответственно, его выпадение шанс на 29-м, 39-м, 49-м. Если вам на этих уровнях каждые 10 левелов не падает Сиренити, вы его ролите. О, кстати, вот чел уснул с Сиренити. Вот он-то вам и нужен. Для того, чтобы качать PvP-трек, это арены, это походы на ОПР. И я считаю то, что самым эффективным способом, наверное, сейчас по соотношению затрат-время на, как говорится, PvP-трек, я бы выбрал арены, потому что ОПР иногда затягиваются, арены быстро отыгрываются чаще всего. Плюс, ко всему прочему, вы можете попробовать побегать на PvP-остров. Если у вас руки из нужного места в PvP, и вы вообще PvP-шный игрок, то в целом здесь, когда я бегал, когда вы будете переигрывать игроков, вам дает по 800 PvP-экспириенса. Если вы будете прям в каждом замесе участвовать в FFA-зоне, там очень часто будут умирать люди и давать вам 800 PvP-экспы, которые будут давать вам довольно быструю прокачку PvP-трека. Если же вы PvE-шник, то PvE-шники из паков веков делают PvP-квесты в Грейт Кливе. Здесь очень удобный аутпост. Вы на этот аутпост летите, берете здесь все PvP-квесты, и они здесь выполняются очень близко на территории. И таким образом, выполняя два квеста, достаточно гриндово, но нон-стопом сможете себе тоже апать PvP-трек для того, чтобы получать награды и более крутые какие-то артефакты с PvP-трека. Помимо этого, также есть еженедельная рутина, которая позволит вам также зарабатывать денег. Это бабки за ОПР и бабки за данжи. С ОПР в целом вам дают за каждую победу или поражение определенное количество зоита. А вот в данжах теперь вы можете зайти в Mutated Expeditions, и у вас есть возможность двух данжей в день, рандомных вы подбираете. За это вам будут давать по 1000 голды. Не обращайте внимания, что здесь написано. Здесь теперь 1000 голды. И еще и фракционные токены, которые вам нужны, возможно, на какие-то, опять же, ящики профессии и так далее. Собственно, вы получаете 1000 голды за каждую проходку, а если вы регаетесь в рандомные данжи, в рандомные мутки на танке или на хиле, то вы получаете еще 500 голды сверху. То есть, если вы будете играть на танке и хиле, это 3000 голды ежедневно, просто за то, что вы пройдете 2 данжа. И тем более М1, М2, они не особо дорого стоят. Собственно, такие дела. Ребятки, я вроде бы все, что хотел, вам рассказал. Надеюсь, что этот ролик вам дал довольно много информации. Если, а я, скорее всего, не все вам рассказал, вас интересуют какие-либо еще вопросы, вы можете задать их в комментариях. Если вы хотите что-то дополнить и добавить, вы можете сделать это в комментариях. Если вы хотите провести круто время, то это можно прийти ко мне на стримы. А если вы хотите, чтобы я был доволен, вы можете поставить лайкос и написать просто коммент типа «Спасибо большое за информацию». Вот такие дела. Все, ребятки, увидимся на Этернуме. Залетайте на стримы. Надеюсь, что вы подчеркнули много информации из этого видеоролика. И пока-пока. До свидания. Пока.